Два отличия России. 2018. Белентун Джай. Карар, Турция. 18 июля 2018 года. Мы наблюдаем лучший чемпионат мира, говорит президент FIFA Инфантино. По ажиотажу, качеству футбола, сюрпризом это, несомненно, одно из самых увлекательных событий последнего времени. Но чемпионат мира, 2018 в России войдет в историю не столько футболом, который был продемонстрирован, сколько двумя отличительными особенностями. Об этом чемпионате мира будущее поколение будут говорить прежде всего как о начале завершения эры традиционного футбола и выхода технологии на поле. С введением FIFA технологии линии ворот и системы ведя помощь арбитрам индустриальный футбол запустил необратимый процесс. Потому что эти технологии были использованы очень успешно. С этим согласился даже бывший глава Центрального Совета Судей, МХК, Мустафа Чулджу. Мустафа Чучу, который сдержанно относился к практике в виде арбитров и говорил, что варь противоречит духу футбола. Чулджу сказал, причина, по которой система варь успешна на 99,3% в выполнении этой задачи образованными и подготовленными арбитрами. В 50 из 62-х сыгранных матчей работали арбитры из Италии, Ирати, Ирати, 13 матчей, Иорсата, Арсата, 7 матчей, Нидерландов, Макелия, Макелия, 11 матчей, Германия, Своер, Звоер, 8 матчей, Аргентина, Двиглиана, Двиглиана, 7 матчей, США, Гигер, Гигер, 4 матча. И подчеркнул, что в случае корректного применения эта система принесет пользу. Предупреждения Чулджу и Танерла уместны, потому что в прошлом сезоне в европейских лигах не было достигнуто такого потрясающего успеха применения варь, как на чемпионате мира. Использование варь в Италии и особенно Германии сопровождалось многими трудностями. Англия тоже спорила по поводу варь, а когда руководство Премьер Лиги оставило решение на усмотрение клубов, клубы сказали варь нет. В какой мере успех варь, достигнутый на Мундиале ФИФА, собравший лучших арбитров со всего мира, отразится на лигах стран с ограниченными пулами арбитров, скоро увидим. Но, очевидно, в футбол прочно вошли технологии. Чемпионат мира 2018 войдет в историю и в силу еще одной своей особенности. С этим чемпионатом подошла к концу эпоха суперзвезд. Ни на одном чемпионате мира в истории не было столько именитых игроков. Нас ждал поистине Кубок Звезд. Но ни Ливандовский, Ливандовский, не помог взлететь Польше, ни Салах, Сала, не дал крылья Египту, ни Месутазиль, Месутазил, не подстегнул Германию. Месси, Месси, Роналду, Роналда, Неймар, Неймар, тоже прошли не так далеко. Они не были решающей силой команды, как в свое время Эсебио, Эусебио, пели, пели, Марадона, Марадона. Вперед продвинулись те страны, которые играют в командный футбол, обладают высокой физической силой и сильной мотивацией. Две команды, вышедшие в финал, были самой молодой, Франция, и самой возрастной, Хорватия, сборными. Иными словами, путь к успеху лежал не только через опыт. Помимо этого, частью истории стала Тики Така, которую подарила мировому футболу Барса. Команды, пытавшиеся контролировать игру путем большего владения мечом, не смогли выйти даже из группового этапа. Провалился действовавший чемпион, Германия, которая не извлекла уроки и не смогла поймать ветер перемен. Итак, в России родился новый футбол. Дай бог, чтобы на благо мировому футболу. Дай бог, чтобы на благо мировому футболу.